Вопросы, которые имеют чрезвычайно большое значение в нашей жизни и непонимание которого, конечно же, может привести к самым странным, я бы сказал, и подчас негативным последствиям. Речь идет об очень простой, кажется, вещи, на первый взгляд. Самой простой. Вот мы говорим, кресту твоему поклоняемся владыка, и мы все кланяемся, даже земные поклоны делаем. Приходим в храм, тоже крестимся и кланяемся. И, в общем, это постоянное явление, оно совершенно естественное, ничего тут нет ни удивительного, ни странного. Но! Ведь человек состоит из души и тела. И вот здесь очень часто бывает странный перекос. И не только перекос, а просто заблуждение настоящее. Когда мы считаем, что поклонение Богу, например, кресту и святыне, заключается все в том, чтобы мы наклонились свои головы, перекрестились там в пояс, на землю, поклоны и так далее. Ну, кажется, очень простое дело. На самом деле, не столь просто. А что это значит, поклонение Богу? Ну, то, что непросто делать поклоны телом, это, по-моему, само собой разумеется. Каждый, ну, это поймет, ну, кроме ребенка, конечно, если. Которые считают, что в этом и состоит поклонение. А хорошо, а вот для взрослого как же быть? Что это такое? Все наши поклоны сами по себе ничего не стоят. Богу ничего не нужно. Вы знаете, христианская религия – это удивительная религия. Она сказала, эта религия, что Бог ни в чем не нуждается, что Он является совершенным существом, Он является абсолютной любовью. Вот на этом остановлюсь. Что такое абсолютной любовью? Вот человека другого можно разжалобить. Ну, прости, ну, помоги, ну, не могу я, все, я умираю и так далее. И этот, кажется, жестокосердный человек, в конце концов, ну, ладно, так и быть. А представьте себе теперь такую ситуацию, которую нам предлагает христианство, что Бог – абсолютная любовь. То есть, он не может быть уже больше. Все, предел. Предел. Больше уже невозможно. То есть, его невозможно разжалобить. Ну, Господи, ну, помилуй! А почему же тогда мы молимся? А как же понять тогда наши молитвы? Что же, церковь заблуждается, что ли? Нас учат не тому же? Не тому, что надо? О, вопрос. Понимание которого чрезвычайно важно. Вы знаете, когда начинается Великий пост, то на первую неделю Великого поста, если кто-то, может быть, иногда и бывает, но это как раз, вы знаете, там, в основном эти Великопостные службы, они же происходят в рабочие дни, не в воскресные дни, не в субботу, не в воскресенье. И поэтому многим действительно трудно присутствует. Но вы знаете, что там, там эти службы, конечно, изумительные. И вот там, в одной из стихир, мы слышим такие удивительные, я вам сказал, замечательные слова. Ну, уж не говорю о том, что мы часто пост только и сводим к чему? Чтобы есть только постную пищу. Но уж зато поедим и постной пищей, так что... Правда же? А если ещё есть возможности, то вместо скоромного мясца, который стоит, там, килограмм, сколько-то, я не знаю, там, 300 рублей или сколько, съедим постненько севрюшки, которые в 10 раз дороже. Но это пост. То есть тогда, вы знаете, в чём, как мы интересно подходим? Под постом, разумеем, смену пищи. При этом даже второй момент, который присутствует в посте, именно в воздержании, хотя бы какое-то в количестве, даже это, как правило, уходит на второй план. А, между прочим, хочу сказать, очень интересно напомнить мысль одного великого святого с подвижника в арсенофии великого. Подвижник – это Иоанн Пророк. Я помню, когда однажды прочитал у него, он, знаете, прям схватился. А знаете, что он сказал? Самая здоровая пища, но если мы её употребляем досото, слышите, не объедаемся? Нет, нет. Употребляем досото, становится вредной. Вы знаете, я так и руки опустил. Даже досото. Потом, только когда подумал, то понял, действительно, в природе, во всей природе, видите, животные, например, животный мир, природа вся работает как? Впрок. Все запасаются впрок. Едят впрок. Говорят, не знаю, правда или нет, надо бы спросить у биологов, но говорят, что будто бы волк, волк может, кажется, за сутки съесть лошадь. Правда, потом он не будет. Есть, может быть, неделю или сколько-то времени. Впрок. Всё, природа всегда работает, на всякий случай. А вдруг не будет? Природа. Это без всякого сознания, подсознательно. Так вот и здесь я понял, о чём говорит Иоанн Пророк. О какой интересной вещи он говорит. Оказывается, когда мы думаем, что мы съели досото, мы уже объелись. А всё лишнее становится ядом для человека. Уже не сварение, а несварение приводит там ко всяким-всяким вещам, выделению чего только нет. И это самым негативным образом действует на наш организм. Ну, ладно, это отклонение, конечно. Но, правда, интересно это всё-таки же. Тем не менее. Так вот, «Постящиеся братья Телесне постимся и духовно». И дальше в стихире, в этой стихире, ну, не только в этой, в стихирах Великого Поста перечисляется, что такое постимся и духовно. Помоги бедному, накорми голодающего, помоги старому, больному, дай милостыню нуждающемуся и так далее. Уже обращают внимание на что? Не осуди, не осуждай другого человека. Посмотри сначала на самого себя. Вспомни слова Христа. «Прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь сначала бревно из своего глаза». На какие вещи обращается внимание? Вы слышите? Не лукавь, не лицемерь, не обманывай, не завидуй. Как интересно, пост в чём состоит, в каких вещах. Совсем незаметно. Откуда кто знает, завидую я или нет? Тщеславлюсь я или нет? Правда же? И даже осуждаю про себя кого-нибудь или нет. Ну, когда другому скажут, а то ведь. Но я же могу и не говорить, а осуждать. То есть внутри, что у меня скрыто, целый мир, и именно этот-то скрытый мир и называют духовным миром. То есть духовное состояние моей души. И церковь к чему призывает? Говорит, когда ты постишься телом, ты учти, не забудь. Это физика, физис, это природа. Да, конечно, это нужно. Это нужно, но не это главное совсем. Это всё равно. Вся эта наша физика, весь наш организм, все куда пойдёт? Земля и си, и в землю, от Идиши. А перед Богом мы оказываемся чистотою своей совести. Совестью. Причём, опять хочу сказать, какой совести. Ведь вы знаете, вот вы живёте здесь, в регионе, где, пожалуйста, многие мусульман и христиан. Так. И если мусульманин в страстную пятницу скушает барашка, ну, что, очень хорошо. Никакого греха нет же, правда? А если православный, так он, не знаю, скажет, ну, скотина я, не мог. Вы слышите? Когда мы говорим о совести даже, совесть наша, это как свойство, а содержание совести, оно обусловлено чем? Если хотите, нашим мировоззрением даже. Так вот, когда мы говорим о жизни по совести, то мы должны о чём говорить? О евангельской совести. Я не знаю, кто-нибудь, может быть, наверное, многие, может быть, переживали такое состояние, когда злостно кого-то осудил и на душе свербит. Кажется, ничего ему не сделал же. Ничего ему не сделал, не обидел. Он даже не знает, что ты это сделал. А чувствуешь, что ты сделал, совесть заговорила. Ты что? Кстати, хочу сказать об очень важной вещи, очень важной. Что такое грех и что такое заповедь? Это крайне необходимо. Всё это входит в тему поклонений Богу. Я не отвлекаюсь, а то подумаешь, что я рассекаюсь мыслью по древу. Нет, нет. Что такое грех? Что такое заповеди? Грех – это не то, что будто бы я могу что-то Богу сделать, насолить Ему, как это часто думается. Нет. Грех – это та рана, которую я сам себе делаю. Обычно я привожу такой самый простой наглядный пример, который очень-очень нам помогает понять. Вот Бог говорит, не ходи по гвоздям. А я раз, почему бы не ходить по гвоздям? Грех – это как раз наступать на гвозди, приносить себе раны. А отсюда, кстати, и все наши страдания, и наши скорби, и наши несчастья и так далее. Потому что каждый грех есть рана. Вот что! И заповеди Божии это в чём состоят? Заповеди не в том, что Бог приказывает не сметь ходить по гвоздям, а то я тебе ничего подобного. Бог есть любовь, которая предупреждает человек, не ходи по битому стеклу. Ты повредишь себе ноги, и потом неизвестно, что с тобой будет. Евангельское совесть чем наполнено? Не просто тем, как, знаете, вот сейчас это принято, закон Божий. Закон Божий. И закон Божий, прежде всего, это закон Моисея, это 10 заповедей. Но это, простите меня, такая грубятина. Не могу, не убей. Ну, Господи, ну, я никого не убиваю. Не грабь. Ну, я и никого не граблю. Так. Ну, будь верен своей семье. Ну, пожалуйста. Ну, значит, я уже святой? Да? А Евангелие-то о чём говорит? О каких вещах? Она говорит о внутреннем состоянии нашей души. Вот то, что мы только сейчас перечисляли. Никто не видит, что я горжусь, тщеславлюсь, кого-то ненавижу, ужасно, завидую. Внутренний мой мир. И Евангелие говорит, вот, оказывается, что является духовным миром человека, если хотите. Здесь проходит духовная жизнь человека, духовная жизнь. в чём она проходит? Я знаю. Христос сказал, не осуждай. Да я могу это такая дрянь, как тут не осудить? Ну, соседка моя, это ужас, ведьма настоящая, как же не осудить тут? Вы что? И даже не понимаю, насколько, значит, я-то лучше этой соседки. Вы слышите? Когда я осуждаю другого, то что я утверждаю? Понимаем, что я осуждаю? Насколько я лучше этого человека? Вообще пакостное, правда же, дело? Ну, конечно. Видите, какой я хороший? А это дрянь. И этой дрянью являются все вокруг меня, один я только хороший. Так вот, духовный мир человека, он, оказывается, коренится где? Вот здесь и совесть, совесть наша должна быть, должно ориентировать по критерию Евангелия, а не так называемых общечеловеческих ценностей, ну, которых я и сказал, такая грубятина, и всё. Больше ничего, это общечеловеческие ценности. Вы скажите, кого-нибудь, что-нибудь, кого-нибудь приговорили в каком-нибудь наказании за то, что он осуждает там кого-то, или завидует, или тщеславится, или гордится. Да нет, это разве какой-то грех. А чего я тут сделал? Евангелие говорит, ты себя режешь, колешь, отравляешь, чем? Любым вот таким действием, которое называется в Евангелии грехом. То есть, напоминаю ещё раз, Бог говорит, ради Бога, не делай себе зла. Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь себе? Режешь, колешь самого себя, осуждая другого человека. Может быть, помните, есть замечательная фраза у святителя Феофана Затворника, которая произнесла по-славянски. По-славянски. сам дрянь-дрянью, а всё твердит. А не смею, як уже прочие человецы. То есть, сам дрянь-дрянью, вот так, сам дрянь, а, говорит, я не такой, как прочие люди. Слышите? И это так всегда и бывает. Когда мы осаждаем других, мы ставим себя выше. Вот теперь, к чему я это говорю? Почему я вспомнил вдруг Великий пост? Кажется, наш вопрос, который поставил в самом начале, поклонение Богу. Для язычника, хочу предупредить, язычник не обязательно тот, кто там перед Зевсом или перед Афиной кланяется. Вы знаете, ужасную вещь скажу. Самые страшные язычники – это православные язычники, которые думают, что вся суть поклонения Богу – сделать вот какие-то поклоны, поставить свечки, свечки там, подать поминания и так далее, приложиться к мощам, там, к такой-то иконе. А в чём же тут язычество? В том, что всё язычество, оно думает о чисто внешней стороне человеческой жизни. А всё христианство направлено на чистоту души человеческой. Недаром, знаете ли, иногда говорят, что постом пискарика съест и человечком закусит. Ох, какой постник хороший! Оказывается, суть нашего поклонения заключается совсем не в этих внешних вещах, хотя не думайте, что это исключено. Душа и тело образуют человека. И в человеке и душа, и тело связаны, конечно. Вспомните только одну народную мудрость. Сытые брюхо к учению глухо, к учению, к молитве тем более. Поэтому, кстати, установленные посты, как именно на воздержание, даже тело, тело с душой связано. Так вот, когда мы говорим о поклонении Богу, то прежде всего надо понимать, дай мне сердце твое, человек, а не твои эти коленки там или пискарики, или травку, которую ты кушаешь. Богу это ничего не нужно. Сердце, дай мне сердце твое. Вот в чём суть. Недаром Христос на горной проповеди так и сказал «блаженны чистые сердцем». Он сказал, меня любит тот, кто что делает? Поклоны бьёт, свечки ставит, поминания-то, прикладывается к мощам иконам, да, ездит паломничество по всяким. Нет, кроме меня, Владыка, я паломник, да, ничего, да. Кроме меня. Я говорю о других, о себе я не говорю, да. Я-то хороший, да. Так вот, кто, кто меня любит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Ведь можно весь мир объехать, все святыни перецеловать и быть сущим дьяволом. Слышите? Сущим дьяволом быть, которому не прикоснись, как ёжик. Знаете, ёжик? Правда, симпатичный? Ну, погладьте, пожалуйста, его и узнаете, да чё он симпатичен. Так и мы очень хороши, пока меня не тронули. А чуть затронули и скажут, о-о-о, вот это да! Так вот, видите, наше время сейчас, может быть, это в силу предшествующего такого атеистического периода, ну и по многим другим причинам, а других причин, ой, как много! Жизнь меняется, я бы сказал, духовная сторона, атмосфера нашей жизни меняется совсем не в ту сторону, чтобы помочь нам как-то хоть немножко духовно очищаться. Напротив, загрязняемся непрерывно, непрерывно! Газеты, журналы, телевидение, интернет – всё на нашу душу так и валится, загрязняет нашу душу. Кстати, стоит, наверное, запомнить одно из очень важных психологических явлений, я бы сказал, даже законов психологических стоит запомнить. Любое впечатление, которое произведено на меня, неважно чем, внешним каким-то образом, внешними словами, внешними событиями, внутренними мечтаниями, внутренними мыслями, движениями наших чувств, повторяю, любое, оказывается, никуда не исчезает. Да, я забыл, да, я не помню, никуда не исчезает. Человек – это компьютер, если хотите, с безграничной памятью, безграничной. Всё уходит, всё в нас запоминается. Всё, буквально всё запоминается. и не просто запоминается. Если в железке под названием компьютер там запомнилось, и всё, и ему компьютера нет никакого дела, то в человеке мы же все знаем, как иногда нас какое-то чувство как паразит, особенно, если чувство ненависти или вражды. посмотрите, что делает с нами. Человек покоя подчас себе не находит. И даже забыл, потом, когда возвращается, в нём всё вспыхивает. Так вот, очень важный психологический закон, о котором бы надо, мне кажется, кричать, говорить, передавать, шуметь, писать. Я не знаю, что делать, какой. Ничто не исчезает. Всё входит в наше подсознание и не просто входит, поскольку мы живые, а не компьютер, и действует. Иногда это действует очень ясно. Большую частью мы даже этого не замечаем. Смотрите, священники вот знают, священнослужители, как к ним иногда приходят, с чем? С удивительным вопросом. С удивительным вопросом. Вальшик, я что-то не нахожу себе, знаете, покоя. Мучает меня, и всё. У вас, что-нибудь на работе, плохо? Да нет, что вы, меня там очень ценят. А как у вас с женой? Как вот, ой, жена прекрасная, и дети великолепные. Друзья, товарищи? Да нет. Нет причин, кажется. Нет, кажется, причин. Это кажется. На самом деле, мы не знаем вот этого важнейшего психологического закона, который говорит, что любая пакость, которую мы делаем, любая пакость, делом ли, словом ли, мыслью, чувством, она, простите меня, я приведу сейчас такой пример, который не очень красивый он, но я приведу, действует на нас самоубийственным образом. А пример такой, ну ничего, если я чуть-чуть покороблю слух. Представьте себе, приглашают на роскошный приём, в роскошный дом, царский пир. Так? А я стою и смотрю. Приходят гости, богатые, всякие, в чём только, я не знаю в чём. Так? И вдруг, смотрите, приходит, потом что-то, извините, и уходит. Один за другим. Что такое? На столах ясно стоят, а все уходят. А причина-то, знаете, какая? Да, всё сделано хорошо, но в одном углу дырка, а там в подполье, в подполье, как оказалось, ну, не будете мне особенно ругаться, ругаться не будете? Дайте слово, что не будете ругаться. Да. А там крыса сдохла, и трупный запах идёт оттуда. Покушайте, попробуйте этих яств, на столе которой, покушайте, когда оттуда этот идёт аромат в кавычках. Понятно? О чём идёт речь? Не дай Бог, когда мы в свою душу закладываем дохлых крыс. Этими дохлыми крысами являются как раз наша ненависть, наша зависть, наша неприязнь, наша озлобленность и прочие всякие вещи. Что вы? Это ужасные вещи, которыми кого мы наказываем? Себя в своё подполье закладываем. и потом не знаем, носимся чем-то такое. Хоть какую-нибудь музыку ужасную пусть гремит непрерывно, только чтобы... Вы знаете, сейчас не могут даже совсем, чтобы надо обязательно где-то шумело, что-то кричало, что-то... что-то всякая музыка была, не пойми что. Мы уже не можем без этого. великая красота души человеческой, о которой Макарий Великий сказал. Великий, я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем душа человеческая. не видел. Вы слышите? И это сказал не кто-нибудь. А человек, которого называли земным Богом, которым было открыто, Боже мой, всё. И когда мы эту красоту опошливаем, загрязняем, уродуем, что тогда будет? Вот оно! Это закон психологии, подсознание. Теперь поймём, что такое заповеди Божии. Кто такое Бог? Что такое Его? Его слова? Человек, не делай, пожалуйста, этого! Не делай! Ты же ранишь себя! Ты убиваешь себя! Ты же себе вредишь! Ты что делаешь? Действительно, то, что церковь называет грехом, это не что-то такое, знаете ли, выдумка. или Бог там придумал, и чтобы этим двуногим потяжелее жить было. Да? Нет! Это проявление любви. Человек, не делай этого, если ты хочешь себе благо, счастья! Вот, оказывается, к чему призывает. Я надеюсь, теперь мы понимаем, что такое Богу поклонение. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вы думаете, можно понять это истинное заповедие. Знаешь, как говорит какой-то там начальник. Ну, хорошо, кто исполняет, тот хороший. Да нет же, Господи! Как будто Богу нужны эти все. Он все доволен, все совершен, абсолютную любовь. Что значит любит меня? То есть, этим самым показывает, к чему человек стремится. Хочет ли он святыни? Хочет ли он своего даже блага? Хочет ли он своего счастья? Веришь ли ты, что то, что говорит Бог, есть действительная истина для твоей жизни? И если ты будешь следовать этому, чему? Заповедям евангельским. Если ты будешь следовать, ты будешь блажен, ты будешь счастлив и в этом совершается любовь Божия. И этим мы можем угодить Богу. И этим мы можем поклоняться Богу. А сейчас нет. Мы так легко подменяем. Вот таким ты мощам съездил. Слава тебе, Господи! На такое-то местечко, к такой-то иконе. Кстати, вы знаете, кому надо молиться от пьянства? Неупиваемой чаши. Если будете молиться перед Казанской или Владимирской иконой Божьей Матери, не поможет. Имейте в виду. Понятно? Мы же православные, знаем. Меня одна бабушка, одна бабушка, что-то с ней разговаривали, и что-то я сказал, что Божья Матерь одна. Ой, мне досталось на орехи. Это что? У вас в семинарии там такое преподают? Одна Божья Матерь. А Казанская? А Иверская? Я замахал руками, говорю, да-да-да-да-да-да-да-да. Всё, тут же сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Вот и здесь. От пьянства? Вот проделайте. Сотни, тысячи километров поедем к иконе неупиваемой чаши. К иконе. Божья Матерь, оставьте вы себе Божью Матерь. Вы слышите? Вот каково наше сознание. Божья Матерь всюду слышен. Перед любой иконой её можно молиться. Перед любой. Но однородное сознание вошло, причём неизвестно от кого даже. Неизвестно даже от кого. И всё, и народ дунул. Как-то, знаете, почему-то мы не думаем ничего. Прям такая беда. Ничего не думаю. Вот сейчас на литургии стоишь? Тебе поем. Вершина литургии. Происходит приложение святых даров. Священнослужители падают, ниц, земной поклон делают. Народ стоит, как хорошенькая святочка. Здесь Христос! Всё! Даже стоят. Святая святым, вот у нас там, не знаю как, здесь у вас, рухают на пол. Всё! Хотя святая святым – это просто предупреждение и возраст. Кому? Причастникам? Учтите! Это святыни тем, кто действительно с верою, покаянием и благоговением собирается приступить к святым дарам, причаститься. Учтите! Святая! Святым! Слышите? Предупреждение! Тебе поем. Стоят люди. Земного поклона не делают. Православие! Да что же это такое? Что же появился Христос, и мы будем стоять, да? Не упадём ниц? Я уже говорю даже об этой, о внешней даже форме говорю. Так вот, если мы хотим вот немножечко, так сказать, поразмышлять на тему о поклонении Богу, то ой, как важно знать! Прежде всего, если мы хотим действительно поклониться Богу, выразить свою благодарность, свою веру, свою любовь к Нему, мы должны всячески остерегаться от всякой гадости, которая в нас. Потому что у других мы её видим, конечно, у других-то ясно, у других-то это уж ясно, и говорить нечего, греховодники. В себе вот тогда мы действительно будем приносить поклонение Богу. И тогда все наши внешние формы поклонения приобретают глубокий смысл, когда человек действительно Господи, помилуй меня, прости меня, я осудил, прости меня, я солгал, прости меня, я слицемерил. О, вот это будет поклонение Богу! И вообще святые отцы говорят, там, где нет покаяния, там нет никакой духовной жизни. А покаяние состоит вовсе не в том, чтобы просто подойти, как я слышал, тётушка говорит, надо к батюшке под фарточек, под фарточек, то есть поисповедаться, под фарточек подойти. Здесь под фарточек только самое, уж сказать, основное, а почитайте дневник святого праведного Иоанна Кронштадтского, предсмертный дневник, о чём он пишет. Замечательный вообще, кстати, пример. Опять я осудил, Господи, прости меня, пишет он, и взмолился я Богу моему, и опять ощутил пространство в душе своей. Опять я разгневался, опять обратился к Богу моему тут же, взышите, тут же, ой, если бы мы начали так поступать, если бы мы тут же каялись перед Богом от всей души, это было бы действительно истинное поклонение нашему Богу. Так, Шукшин много писал о простых людях, и я читал, что его сравнили с Достоевским. Так ли это? Ну, Господи, так ли это? Это вообще... Да. Вы знаете, эти сравнения все носят настолько условный характер, что я, например, не знаю, в чём. Дело это не в том, что кто писал о простых людях или о высоких людях, или о сложных людях. Дело не в этом, а в том, что Достоевский – это непревзойдённый, наверное, я думаю, психолог среди писателей. Так, так что в отношении Шукшина, ну, я боюсь тут брать на себя смелость, да, и сравнивать. Мне кажется, это нужно обратиться уж таким уж знатокам. но мне кажется, трудно просто превзойти Достоевского в глубине познания души человеческой. Хотя Шукшин, конечно, бесспорно хорош. Так, патриарх Алексей II, обращаясь к народу, говорил о необходимости всенародного покаяния, о грехе цареубийства, лежащего на народе России. Что вы об этом думаете? Что я об этом думаю? Я очень думаю просто. О каком царе идёт? Вы знаете, например, зарезали, слушайте, не просто так, а зарезали Павла I. Причём у него требовали отречения от престола. А он сказал, нет, я Богом поставлен и отречься от престола, это значит нарушить клятву Божию. В спальне его зарезали. Наверное, о нём, наверное, вопрос. Александр II, вы помните? Бросили бомбу. Сначала, сначала пострадал кучер. Так? Александр, император, бросился к нему помогать. Вы слышите? Император. Бросили вторую бомбу. Оторвало ему ноги. Он мучился несколько часов и скончался в страшных страданиях. Ах, может быть, это о нём речь идёт? А сколько до него было ещё? До этих случаев? Или, может, о Николае II? Но Николай II другая ситуация. Он, к сожалению, подписал – отрёкся. Отрёкся. Чего не делал ни один император, потому что клятва священная. Да. Я не знаю, о ком вы говорите, что патриарх Алексей говорил о всенародном покаянии за этот грех цареубийства. А почему не убийцы должны нести покаяние? Мне непонятно. А убийцы в странке? Ах, мы виновны. Они убийцы. Да. Вот как. Замечательно. Вы слышите, какой ловкий ход? Убийцы в стране. Они тут ни при чём. Эти кровавые революционеры, которые расправлялись со всеми направо и налево и творили жестокость и так. А их нет. А виноваты, оказывается, мы. Причём мы-то какие? Даже мы даже и не участники и не могли быть участниками. Это интересная постановка вопроса. Значит, вот как не Иуда виноват, оказывается, когда он предал Христа. А виноваты, наверное, девяносто апостолов. Им, значит, надо каяться в грехе предательства Христа. Да? Кто же это такую теорию создал? А за убийство Авеля? Кто отвечает? Хаид? Ну, вы что? Мы! Да! Ох, как интересно! Это поразительно! Вы слышите, какая ловкость и как можно обмануть людей. Негодяи, убийцы в стране. О них никто и не говорит. Нет-нет, не мы виноваты, вы виноваты. Слышите? Почему мы виноваты? Вот как ловко можно обмануть. Недаром Христос говорил в Евангелии, как жалко мне народа, они как овцы не имущие пастыря. Этим самым, таким подходом, мы этим самым освобождаем от обвинений всех негодяев мира. Не они виноваты, оказывается. ни эти Нероны, ни Гитлера, ни Сталины. Да. Нет. А оказывается, вот оно что. Оказывается, мы во всём виноваты. Очень интересно. Очень любопытно. Не правда ли? Какой ловкий ход. Повторяю, а революционеры, эти убийцы в стороне, о них никто даже и не говорит, и не вспоминает. Кайтесь. Мой прадед украл козу. Кайся за своего прадеда. Пиши, батюшке подноси это листочек с покаянием. Каюсь я, виноват я, что согрешил. В чём согрешил? Мой прадед украл козу. Он скажет, простите, а вы что, вы с ума сошли? Это мы понимаем, а здесь не понимаем. Вот как можно провести людей. Просто диву даёшься. Боже мой! Какие мы простые люди. как относиться к православной художественной литературе, например, на Юлии Вознесенской? Ну, если хотите почитать сказочки, на которых написано православное, ну, пожалуйста, почитайте. Это что ж такое напишет о загробной жизни? У неё много там святых отцов, да? Она указывает святоотеческие творения? Она приводит примеры из патристической литературы? Нет. А вот я положу себе палец вот этот в рот и напишу одну историю, а другой палец другую историю. Что такое художественная литература? Не дай Бог, чтобы это звучало от слова худо. Сейчас столько фантазий пишут, столько литературы можно, что диву даёшься, Боже мой! Всех как прорвало! Каждый это на свой манер. Хочу сказать, учтите, чем характеризуется самым главным православие, самым главным, чем характеризуется. В отличие от всех других конфессий христианских, самым главным, православие утверждает, что истинное понимание священного Писания и понимание всех христианских истин, и христианской духовной жизни истинное понимание, слышите, можно найти только у тех, кто познал эту истину. У святых отцов. У святых отцов. Вот наш фундамент. Рим сказал нет. Нет. Папа. Решение папы сами по себе, а не согласие церкви. Церковь святые отцы. Так вот, решение папы сами по себе, а не согласие церкви являются истинными. Слышите, как здорово. Протестанты Лютер вознегодовал. Как это такое? И что он придумал? Ну, что, там вообще красота. Он говорит, Библия сама себя толкует. Задает вопрос, ну, если сама себя, почему вы так рассыпались, как горох-то? Что ж у всех у вас по-разному толкует-то? А знаете его основное положение Лютера? Я не считаюсь себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю лучшим, нежели все догмы и соборы. Я. Я понимаю вот так, он понимает это, это понимает еще, и рассыпались, как горох. Православие остается единственной христианской ветвью, которая говорит, что основой правильного понимания христианской веры служит святоотеческое учение, то есть святые отцы, которые действительно прошли этот путь жизни, которые осенены Духом Божьим. Вот, оказывается, где критерии истинности, а не что-нибудь. И вдруг тут теперь начинаются нам всякие эти книг, Господи, чего только нет. Надо читать не художественную эту фантазию, а надо все-таки хоть немножечко, но читать все-таки святых отцов. Надо все-таки их читать, иначе мы рассыпемся и сами всех протестантов превратимся, как таковы. Это же очень важно. Вот на чем надо же и стоять. А то посмотрите, еще одним из критериев, я вам скажу, правильной литературы служит. Если мы видим в этой литературе какую-то злость, озлобленность, осуждение всех направо и налево, поймите, не Духом Божьим, нет здесь Духа Божьего. Такой литературы то же самое. К сожалению, мы видим сейчас немало, причем подчас это пишут люди, даже обреченные саном. Вон, возьмите из Сесоева, Господи, это в какой ненависти он пишет о всем, в какое отношение к мусульманам, разве можно так относиться, с какой яростью, просто озлобленностью. Возьмите Рафаила Карелина, он просто просто диву даешься, человеку нет мира. Осуждает направо и налево, причем кого осуждает подчас. Я говорю, когда я прочитал у него Рафаила Карелина, как он об архиепископе Василии Кривошейне, это который афонский монах, двадцать с лишним лет был на Афоне, подвижник настоящий, действительно, это причем знаток святых отцов, и вдруг он, этот, архимандрит, называет его лжецом и профанатором. Кто ты такой, кто смеешь так судить? Но дело-то еще даже не в этом, кто такой, а с какой злобой. Избави Бог читать литературу, наполненную духом ненависти. Надо это запомнить. Если христианство исполнено духом любви, то все, что противоречит этому, есть от дьявола. И в отношении художественной не увлекайтесь особенно этими сказками. Ну, что же это такие сказки мы будем заниматься? Есть же у нас кого почитать. Почитайте того же, вот уж я бы сказал, здесь край, какой край? Здесь был епископом святитель Игнатий Бринчанинов. Вы знаете, это кто такой Игнатий Бринчанинов? Этот святитель и епископ? Нет-нет, я уверен, что вы не знаете. Я вам скажу, Макарий Оптинский говорил о нём. это великий ум. В арсенофии Оптинский преподобный говорит, это ангельский ум, и когда его хоронили, ангелы пели Дорина Сима Чинми. Никон преподобный Оптинский пишет, творение Игнатия Бринчанинова это азбука духовной жизни. Игумня Арсения Сибрякова, который, не знаю, сейчас канонизировали или нет, но она говорит, я читаю его сочинение как сочинение древних святых отцов. Игумен Никон Воробьёв пишет, нет лучшего руководителя до нашего времени, как творение епископа Игнатия Бринчанинова. Иоанн Кристианкин Архимандрит, что пишет, читайте Игнатия Бринчанинова, читайте его, знаете, такой человек с экспрессией, такой, да, вы слышите, попробуйте, найдите вы хотя бы одного писателя, духовного писателя 19-го, тем более 20-го века, о котором бы вы услышали суждение никаких каких-нибудь там профессоров, ну, кроме меня, конечно, никаких профессоров, так, или литераторов, а преподобных один за другим. Ваш край освещен его присутствием. Читайте, пожалуйста, его, ну, что вы, вот наставник, вот светоч, вот руководитель для каждого человека, кто действительно хочет, хочет хоть немножко понять христианство. КОНЕЦ